Паримач и футбольные клубы Шахтар, Десна, Верес, Львів, Дніпро-1, Металіст 1925, Чорноморець и Маріуполь. Заряжені перемогати! Я считаю, что нет, потому что это часть футбола и свойственные ошибки игрокам и судям, поэтому я считаю, что нет, без Вара было бы лучше. Склалося враждение, что после того, как это был призначенный, непризначенный 11-метровый, команда дещо втратила тонус в этот момент. Это правда или нет? Нет, я так не считаю, потому что мы видели все, что пенальти не было и были уверены, что именно этот момент, когда арбитр пойдет и смотрится в Вар, он покажет, что пенальти не было и мы сможем достигнуть мети и забить гол. Виталий Ткачук, Украинформ. У меня будет вопрос и до главного тренера, и до игровца. Перша, до пана Мирчулеческу. Команда за четыре гри в Лизе чемпионов досі не смогла відзначитись. Что вы, как главный тренер, планируете изменить в игре хлопців, чтобы команда смогла забить? И запитание до пана Александра. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете интенсивность игры и что вы считаете результат на табло закономерным? К сожалению, те моменты, которые есть, мы не смогли забить, потому что моменты были, создавали. Стоит заметить, что мы попали в сложную, в очень сложную группу, и эти три команды сильнее нас. Мы стараемся подняться на уровень этих команд. Мы работаем, мы растем, и те голы, которые мы забиваем в чемпионате, в тех же моментах, мы здесь у нас пока не получается забивать. Но я верю, что и в прошлом году были в очень сильной группе, и в этом, что мы будем расти. Не стоит забывать, что пять лет мы не играли в Лиге чемпионов, и сейчас эти два года подряд сложные группы, сложные команды, и мы пока не дотягиваем до этого уровня. Считаю, что сегодня мы заслуживали ничью, мы хорошо сыграли, с Барселоной поднялись на уровень этой команды, этой большой команды, и как минимум заслуживали ничью. Хочу сказать, что сегодня мы играли смелее, чем в предыдущих матчах, мы увереннее контролировали мяч, и увереннее шли в атаку, но, к сожалению, больше не смогли сегодня. Что касается интенсивности матча, то в Лиге чемпионов каждый матч очень интенсивный и собирают очень много энергии, но мы готовы на все 100%, потому что у нас каждые полтора очень сильные сборы, поэтому эта интенсивность только нас заряжает, чтобы играть на этом уровне. Будь ласка, ваше запитание. Доброго вечера. Питание до Мирча Лучевского. Мирча Михайлович, результат с Барселоной, два матча, одинаковый результат за рахунком. Как вы вважаете, чи сменилися гра сегодня, порівняно с предыдущим матчем на Кампноу, а если сменилися, то в чем разница, саме по игре? Нам не хватало смелости, нам не хватало уверенности. Но мы хорошо организовали игру в обороне, мы хорошо оборонялись, и, скажем, сильные стороны соперника мы старались аннулировать. И это уже позитивный момент. Хуже у нас было, проблема была, когда у нас был мяч. Нам, опять же, не хватало уверенности для того, чтобы довести этот мяч до чужих ворот. Моменты, которые создала Барселона на выезде в Барселоне, были связаны, опять же, с нашей неуверенностью, потому что мы теряли мяч на своей половине, оттуда шли и моменты. В сегодняшней игре намного смелее сыграли, и наши молодые защитники, Сирота и Забарный, хорошо выходили с мячом, хорошо разыгрывали лишнего и начинали атаки. И, в общем, команда действовала более уверенно. И я вижу в этом рост всех игроков. От игроков я вижу, что они зарабатывают этот опыт и уверенность в своих действиях. Сум уверен, что, если не потребуется, Байер не будет делать мяч, но мы будем делать мяч, хорошо. Я уверен, что против Баварии-Мюнхен мы сыграем хорошую игру. Я не говорю, что мы выигрываем, но мы сыграем хорошо. На этом мы будем заканчивать. Спасибо всем. На добрый вечер. До свидания. Спасибо, что смотрели это видео. Если вам понравилось, то поставьте лайк и подписывайтесь на Профутбол Диджитал, чтобы футбол был всегда рядом с вами. Спасибо. 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 Спасибо.